Друзья, всех рад приветствовать в своем канале, меня зовут Дмитрий, это канал Добро Геет. Свершилось обновление версии 1.340.17 Steam, буквально там в течение 15 минут она обновилась. Добавили, дождались, добавили Euro 6 TGX MAN. Давайте посмотрим, самому интересно, салон MAN, посетить автосалон. В данном случае, как бы, я уже посмотрел немножко, но хочу, как бы, с вами вместе уже это, естественно, посмотреть. Вот он, ребята, вот он, этот красавец, о котором много говорили, которого долго ждали, которым дразнили, да, разработчики SCS. Блин, неплохо, неплохо, все четко, все красиво, ничего лишнего, анимация, конечно, присутствует. Дворники полюбас, работают тут даже говорить. По поводу сравнений с мастером, да, ну, наверное, пока я не буду, сейчас я посмотрю, а потом скажу свои 5 копеек, скажем так. Вот так это выглядит, ребят, по освещению есть. В целом, выглядит неплохо, по крайней мере, лучше, чем Volvo с Америки, которая вышла, да. Но прям, прям, прям неплохо, прям неплохо. Давайте смотреть, изменяем конфигурацию, что у нас. Имеет три кабины XL, XL, XXL. Высокая самая, да, три варианта. Да, ну, давайте прям самую высокую прям возьмем, давайте. По шасси имеет 4 на 2, 6 на 2, 2 подъемка, 6 на 2, 2 подъемка короткая. Слушайте, да гляньте сколько вариантов, даже под, и под негабариты то же самое, да, под тяжелые вещи. Блин, ну супер, кстати, неплохо, неплохо, все четко, все четко. Давайте я поставлю, оставлю 4 на 2, оставлю 4 на 2, да, если еще раз посмотрим. Блин, неплохо сделано, неплохо, 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 прям неплохо. 4 на 2 оставлю. Что касается движков, Евро 6, 360 лошадиных, 400, 440, 480, 520, 60, 640. Ну, давайте возьму 640, пускай это будет. Дальше, по трансмиссии, 12, 12, 6, 16, тематик. Вот это прям первую оставлю, даже не буду париться. Что касается салона, вот это самое, наверное, интересное для всех по поводу салона. Подушечки есть, подушечки есть, стандарт, стандарт УК, эксклюзив в светлом, да, если брать стандарт, меняется. Ну, вот так вот добротно будет выглядеть. Не нравится мне уже шильдик, вот этот вот хромированный у Мана, не нравится мне, в принципе, как нарисована данная панель. Картон, это картон, ребята, это реальный картон. Если еще будет это все работать, будет, конечно, круто, но вот качество текстур, конечно, вот если брать у Мастера, намного интереснее и намного лучше. Коврики резиновые, автоматы, ручник. Ну, в целом, в целом, ну, неплохо, но картон, вот картон, реальный картон, вот серьезно. В целом неплохо. Ну, давайте оставим. Цветовая гамма. Стандарт, по сути, стандарт, стандарт, стандарт. Давайте я оставлю какого-нибудь голубого, такого синенького, сине-голубого цвета. Здесь все абсолютно стандартные скины все, абсолютно, да. Да-да-да-да-да-да. Ну, как бы, не оставлю синий, я оставлю вот синего цвета, вот такого, blue. О. По тюнингу. Ну, кстати, варианта много, на самом деле, по поводу тюнинга. Прямо, хочу меть сколько. Давайте сверху, понятно, про блесковые маячки есть. Дальше здесь обтекатель есть. Это я отключу. Дальше с этой стороны краска, либо заводской вариант, пускай заводской, здесь добавление обтекателя есть. Лайт бар все стандартные, да, полностью все стандартные лайты. Ну, это логично, да. Что у нас поддерживает? Хэлла, поддержка имеется, поставлю. Дальше козырек стандарт 1 имеется, поставлю. Значит, зеркала краска, либо пластик краска. Понятно, что возможность повесить флаги, окей. Далее краска, заводской вариант, окошко. Давайте краска. Далее, далее, далее. Понятно, пластик краска, хром, ручки дверные оставим. Здесь у нас еще угловые дефлекторы в цвет, либо черный пластик, оставлю пластик. Дальше рама в цвет, либо в черный, черный оставлю. Понятно, добавление, поддержка сисла, логично, что есть. Добавление таблички пассажира и водителя имеется. Панель с эмблемой краска, либо цвет, не цвет, а как бы типа хрома. Ну, оставлю я, наверное, хром. Дальше маска передняя, опять же, пластик, либо краска. Оставлю пластик. Здесь один шильдик ман. Здесь добавление кенгурятников как по стандарту. Ничего они, походу, не добавили нового для именно мана. Все стандарт. Вот, как бы, тут вот такой вариант. Я ничего не буду ставить. Здесь пластик, краска, передний бампер. Давайте красочку поставлю. Опять же, защита все стандарт. Полностью стандартный. Ничего даже нету такого. Ну, давайте какую-нибудь вот так вот оставлю. Даже не буду ничего париться. Стандартные абсолютно лайты. Стандартные лайты. Что-нибудь воткну сюда. Вот так это будет выглядеть, да, по освещению. Освещение есть. Освещение есть. Один вариант фар. Один вариант фар. Подножки, да, ступеньки. Все стандартные. Ну, это просто я проверяю. Да, мало ли что, добавили какое-то интересное. Передние крылья, опять же, заводского варианта пластика нету. По колесам все стандартные колеса. Это у меня колеса уже модовые. Да, мод поддерживает, поддерживает. Обычно стандартные я оставлю. По дискам тоже самое. Все абсолютно стандарт. И, в принципе, как-то так. Здесь усиленный заводской вариант. Краска. Давайте вот обычный заводской вариант. Потом у нас что еще имеется здесь. А, это я уже посмотрел. Окей, окей, окей. Дальше. Крыло. Краска. И еще один вариант здесь. Дополнительное заднее крыло еще. Вот так вот. Вот так вот. Опять же, по колесам все стандарт. Все стандарт. Выхлопные трубы. Либо самурай. Да, там по-разному. На скамейке самурай, по-моему, называется. Вот. Либо левый выхлоп. Тройной выхлоп. Давайте вот такие вот самурай поставлю. И все, не буду ставить пальцы. Вот. Вот такой, ребята, манчик. Евро 6 от SCS уже. Это уже не мод, а полноценный вариант. Ну, слушайте. Неплох. 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 Косяков по текстуре меня не вижу. Как бы он лучше, в любом случае, чем в Вольво. В Америке. Там в Америке вообще беда была с Вольво. Здесь прям все четко. Можно было бы изменять фары. Было бы круто, конечно, еще дополнительно. И вот эти вот убирать. Ну, на самом деле, интересно. Интересно. Да, по скинам, опять же, скинов никаких нет. Все стоково и все стандартно. Как-то вот так вот. Да, ну, я опять же оставлю, наверное, вариант просто обычный. Вот такой вот. Блу. Далее. 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 Посмотрели. Что касается внутренностей. Давайте смотреть. Здесь навигатор есть. Мы можем добавить стоковый навигатор, либо сисловский. Да? Окей. Поставим, оставим стоковый. Хотя вообще пипец. Вот такая вот здесь вот жесть. Поддержка сисола. Понятно. Рулей, штурвалов различных. Оставим стандарт. Не нравится. Вот не нравится мне. Стандартные ручки. Все опять есть. Здесь так понятно. Шильдик не меняется. Сюда мы можем что? Сисл поддерживает. Допустим, сигареты положить. Да? Какие-то. Так, это козырек у нас. А это у нас уже сисл. Возможно, какую-то штору давайте накинем. Освещение такого здесь, как знаете, было в манах. Нет такого освещения стокового красного. Так. Даже, по-моему, в скане он есть. Может, я путаю. Может, я путаю, конечно. Но здесь как бы этого освещения, в общем, нету, ребята. По поводу добавления, понятно, в MPLO все имеется. Давайте я что-нибудь просто для примера накину, чтобы проверить физику. Я думаю, что все будет прекрасно работать. Да, вот что-нибудь просто накину для примера, что оно все работает. Вот. И все. Да? И все, в принципе. Посадить мы можем сюда. Сисл опять же работает. Девочку-собачку-кошечку. Пускай кот спит. Не будем мешать. Сюда человек захотел похавать. Пиццу кинем. Здесь стандартное добавление рейвенов. Это есть. Это ставить не буду. И все, ребята. Все. Ни подсветки. И больше ничего такого нет. Ну, конечно, вот по текстурам. Вот это работает. Это полюбас тоже работает. Да тут, по идее, все должно работать. Все должно анимирно быть. Дворники мазать. И все-все-все в этом духе. Это что касается, ребята, салона от... СС МАН Евро 6. Да? Ну, давайте я сейчас применю. Мы сейчас купим его. Вот. Трейд-ин. Посмотрим данный уже МАН в процессе по звукам, по освещению. Да и по всему. Как бы, да. Все-таки интересно глянуть. Долго ждали. Долго ждали данный агрегат. И что вообще как. Смотрим. По звукам тихий, но звуки имеются. По звуке имеются у него. Это сейчас быстренько, ребята, секундочку. В игровом процессе поставили просто автомат, который не сам включен, не упрощенный, а обычный автомат, чтобы я мог переключать и послушать на нейтралку. Да, просто хочется интересного. Достаточно тихий. Окей. Дальше. Ручник. Индикация есть. Анимация присутствует. Д. Н. Р. Есть. Звук. Есть. По сигналу. Пневмы нету. Освещение. Габариты. Ближний. Дальний. Здесь у нас как это работает? Это переключение дальнего. Вон там вот. Габариты. Ближний. Дальний. Дай себе ручку сейчас повернуть. Попробую. Да, там все анимации все присутствуют. Аварийка. Вот плохо сделан, но аварийка работает. Смотрите. В этом плане все включается. Дворники. Два положения. Они работают. Да, все работает. Что касается времени. Давайте сейчас G-Set Time 1 ночь поставим. Так, это у нас получается выключен. Освещение есть. Время. Час ночи, час 0.1 показывает правильно. Километраж тоже показывает. Ну, в целом, в целом, конечно, неплох. Неплох, я вам скажу, ребята. В целом, в целом он неплох. Дальше. 12 дней оставлю. Давайте G-Set. Погоду. Дождь. Капли дождя. Капли дождя есть. Капли дождя смывает. Это хорошо. Это хорошо. Ну, так неплохо. Давайте по поводу анимации кобелей. Сейчас я быстренько. Есть. Есть. Кобеля, естественно, есть, ребята. Ну, как бы проверять все равно надо, да? Вроде разработчики сделали. Мало ли какие-то косяки есть. Ну, так... В принципе. В принципе. Ну, в сравнении с мастером, конечно, у мастера получше будет в плане тюнинга, в плане всего остального. Ну, зато это 60 кадров, это стабильность, это дефолт. Тут оговорить не о чем. Вон, киска даже приунылая здесь лежит. И дыхает, и тепло, и хорошо. Ну, так неплохо. Вот такой, ребята, обзорчик. Ну, вот, да, по текстурам, конечно, мне не очень он нравится. А в целом, блин, ну, неплохой ман. По крайней мере, тут грешить вообще не нужно, если честно. Все, на самом деле, идеально. Ну, да, тюнинга чуть не хватает, да. Ну, мастер чуть, может, покачественнее в плане каких-то тюнинговых вещей, да. Но в целом, ман добротный, и рекомендую, естественно, на нем катать. Все-таки это дефолт, теперь он полноценно в игре в коробке. Да, с вами был Дима, канал Добро Ведет. Ребята, увидимся в новом видео и стриме. Удачи!